Одним из ношес нового уголовно-процессуального кодекса является определение порядка задержания. Фактически, внедрение правила Миранды. Звучит странновато, но я вам докажу, что с этим правилом знаком практически каждый. Пойдемте, я вам докажу. Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, что такое правило Миранды? Нет. Нет. Правила нет. В фильмах про полицейских, когда копы задерживают грабителей, и когда они надевают наручники на главного героя, что они ему говорят? Вы имеете право на молчание там? Хранить молчание. Хранить молчание или... Все, что вы скажете... Будет что-то против вас? Будет использовано. Может использоваться против вас судей. Да. Правильно. Вы имеете право на... Вы имеете право на... Адвоката. Адвоката. Правильно, молодец. Ну а теперь самое легкое. Вы имеете право на один... Звонок. 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 Правильно, на один телефонный звонок. Если вы не можете оплатить адвоката, то он будет предоставлен государством, тоже говорят. По этому правилу, которое называется правилом Миранды, каждому подозреваемому в момент задержания должны объяснить его права. Эти правила уже действуют не только в десятки странах по всему миру, но и в Кыргызстане. А смысл этих правил в том, что абсолютное большинство фактов пыток и нарушений в целом происходит в момент фактического задержания и в первые часы после него. А новые кодексы прежде всего созданы для того, чтобы защитить права человека, а значит мои права, ваши права и права каждого гражданина.